Президент Казахстана ответил на вопросы журналиста телеканала «Казахстан». Казымжомар Токаев первым делом отметил, что предыдущее интервью на русском было для международной аудитории и Казахстана в целом. А эта беседа нацелена на казахоязычную аудиторию без какого-либо ущемления. Наоборот, глава государства отметил, что в Казахстане приоритеты отдадут государственному языку. Но в то же время нельзя учитывать и то, что русский язык является одним из шести языков Организации Объединенных Наций. Нет, никакой дискриминации или неуважения здесь нет. Многие телеканалы неоднократно обращались ко мне с просьбами дать им интервью, но всем им я отказывал. Причиной этого стало то, что в нашей стране широкое распространение получило недостоверные информации, и надо было это незамедлительно пресечь. Интервью было в первую очередь направлено на то, чтобы донести до мировой общественности правду о событиях в Казахстане. Как известно, то интервью вызвало широкий резонанс в рубежных средствах массовой информации. Угроза повторного террористического нападения еще не отступила, заявил президент страны. К сожалению, среди убитых оказались и мирные граждане. И сейчас самая сложная задача – отделить их от настоящих преступников. Президент пообещал, что генпрокуратура предоставит итоги расследования и ответит на все вопросы казахстанцев. Я хорошо осведомлен об этом. Некоторые граждане обратились ко мне с видеообращением в социальных сетях. Я уже дал специальное поручение МВД и генпрокуратуре. В своих полномочиях правоохранители не должны перегибать палку, и подобные действия нужно пресечь. Комиссия, в составе которой такие известные юристы, как Эльвира Азимова, Айман Умаров, Женис Куспан и многие другие, сейчас разбираются в данной проблеме. Хасим Жамар Тухаев отметил, что казахстанцы отстали от стран Центральной Азии и в процессе трудовой конкуренции. Мы в прошлом совершили большую идеологическую ошибку. Мы смеялись над рабочими, которые уезжали на забастовку за границу, в том числе и из Центральной Азии в Россию. Мы хвалились тем, что ни один казах не работает за границей, в то время как другие вынуждены заниматься черной работой. Затронул Тухаев тему поправок в конституционные законы, отменяющие пожизненное председательство Нурсултана Назарбаева в Совбезе и Ассамблее народа Казахстана. Он заявил, что такие законы не нужны. Я считаю, что не нужно принимать такие законы в будущем. В прошлом были недостатки, но это наша история. Долг каждого из нас – учиться у истории. Наша цель – думать о будущем нашей страны, заботиться о подрастающем поколении. Хасам Жамар Тухаев расскажет об итогах расследования январской трагедии в своем послании народу Казахстана в марте. При этом вся информация будет опубликована. Цитата «Ничего скрывать от народа власти не будут», завершил президент страны. Шудин Саидов, Ерлан Бексаидов, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Отерар».